на календаре март и хотя весна только начинается я готова поспорить что на вашем окне уже зеленеет хотя бы один контейнер с рассадой и это самое главное доказательство того что вы настоящий дачник здравствуйте с вами александра вьянченко и программа сады и огороды приморья мартовском выпуске главная тема конечно цветы начнем с выставки орхидей до 9 марта ее могут посетить все кто любит эти удивительные цветы или мечтают увидеть в начале весны уголок тропического лета отправляемся в ботанический сад за яркими красками и впечатлениями здесь на этой стойке у нас орхидеи фаленопсисы которые выведены не очень давно или это мало распространенные сорта или сорта которые особенно любят цветоводы любители те которые но уже наверное вырастили в своей жизни огромное количество сортов хочется чего-то нового вот здесь у нас новинки селекции название у сортов абсолютно могут быть необычные и шампань и полька и ну в общем фантазия селекционеров орхидеи безгранична некоторые любители которые не стараются запомнить название не говорят я хочу фаленопсис который на далматинчика похож поэтому название сортов конечно знать хорошо и мы во время экскурсии рассказываем и об этой стороне коллекционирование то есть не только о дикорастущих орхидеях рассказываем но и о сортах о новинках селекции о моде в разведении орхидеи тоже в коллекции ботанического сада около 400 видов орхидей они привезены к нам с таиланда украины москвы есть сорта которые попали в ботанический сад 30 лет назад и они до сих пор цветут выставка получившая название орхидеи компания обновляется каждый день на смену цветающим растениям выставляют те которые распускают бутоны помимо хорошо знакомых орхидеи фаленопсисов которые чаще всего выращивают любители в ботаническом саду можно познакомиться с миниатюрными сортами из крупноцветковыми и с орхидеями ценность которых могут оценить только специалисты потому что например когда нам говорят покажите самую черную орхидею мы показываем растение с цветочком у которого черный цветок меньше одного сантиметра но некоторые разочарования испытывают люди эти орхидеи у нас довольно молодые я думаю им около пяти лет потому что листья молодые листья на уровне субстрата и в том месте где начинают отрастать корни чем взрослее орхидея тем больше у нее удлиняется то место где прикрепляются листья это не совсем корневая шейка но похоже по структуре стебель и орхидеи в домашних условиях по отзывам некоторых любителей могут дожить до 20 22 лет именно фаленопсисы в квартирах например орхидеи ванды эпифитные которые растут без субстрата в природе да она на деревья прикрепляются за неровности коры а у нас они над водоемом растут потому что им нужна высокая влажность воздуха эти орхидеи могут доживать до 50 60 лет самые красивые яркие орхидеи редко имеют запах потому что у них нет необходимости привлекать насекомых они и так заметны издалека а вот маленьким и невзрачным видом приходится заявлять о себе ароматами и это может быть тонкий аромат дорогого парфюма а может быть и смрадный запах разлагающегося мяса орхидеям приходится подстраиваться под вкусы насекомых опылители чтобы завязать семена и оставить потомство правда чтобы семечко проросло и орхидея зацвела должно пройти больше 17 лет эти и другие факты можно узнать во время экскурсий которую проводят сотрудники ботанического сада они отвечают на самые разные вопросы посетителей вот допустим я выбрала понравившуюся орхидею что должна обратить внимание обязательно обратите внимание на корни в первую очередь во первых когда вы покупаете орхидею в частности фаленопсис нужно желательно чтобы она была в прозрачном горшке если горшок прозрачный значит у нее корни внутри горшка они скорее всего будут живые и если они живы они должны быть зелеными вы должны видеть на просвет зеленые корни которые фото синтезируют и эти корни в процессе роста как бы вы выглядывают из горшка и со временем появляются корни которые совершенно без субстрата вот эти корни самые верхние должны быть здоровыми целыми неповрежденными и серовато-беловатым налетом ни в коем случае вот эти молодые новые корни не должны быть коричневыми они обязательно должны быть если между пространстве между старыми листьями не отрастают корни значит не очень правильные условия орхидеи я вот слышала когда поливаешь орхидеи нужно поливать прямо под корешок потому что если налить в розетку а начинает загнивать можно поливать и под корешок а можно еще другим способом поливать орхидеи вы замачиваете горшок с корнями с субстратом в воду в емкость с водой оставляете там горшочек минут на 7-10 не надо замачивать полтора два часа потому что корни долго остаются без воздуха они могут загнивать тоже и самое важное чтобы не оставалась вода в пазухах листьев как бы вы ее не полили вы после полива переверните немного растения вот наклоните вот так чтобы вода вытекла из пазухи листьев а есть какая-то разница в какой субстратом садить вообще профессионалы рекомендуют высаживать только в кору без добавления сфагнума потому что субстрат только из коры разной фракции он более дышащий и его можно стерилизовать с достаточным образом для того чтобы гнилостные бактерии не развивались в этом и другие субстраты с добавлением почвы это все зависит от экологии например вот такая орхидея ей нужен абсолютно другой субстрат и горшок должен быть непрозрачным и здесь кора должна быть со смесью почвы кому-то важно побывать в оранжерее ботанического сада чтобы побольше узнать об орхидеях а кому-то достаточно просто полюбоваться весенним цветением и сделать несколько снимков на память особенно если это не просто снимки а свадебная фотосессия выбрали оранжерею для того чтобы пофотографироваться так как сейчас зима на улице холодно это было отличным вариантом и сейчас как раз выставка цветов очень красиво только на выставке можно увидеть такое разнообразие сортов видов получить грамотную консультацию от специалистов познакомиться с другими сотоводами любителями завести полезные знакомства ну и возможно приобрести новое какое-то интересное растение свою коллекцию становиться на самом деле невозможно потому что когда они начинают все цвести одновременно на подоконнике это получается необыкновенное зрелище это очень красиво это очень красочно это вдохновляет и хочется покупать еще еще и еще пока не закончится жизненное пространство у меня сейчас на одном подоконнике стоит 10 орхидей разных видов я уже задумываюсь как бы туда примастить стоечку чтобы более крупные растения поднять наверх чтобы для более мелких осталось пространство жизненное на этом подоконнике вы смотрите телеверсию журнала сады и огороды приморья напоминаю что 1 февраля вышел свежий номер журнала здесь много информации о семенах и рассаде а еще можете прочитать необычную историю о том как городская жительница стала хозяйкой козьей фермы превратив ее в арт-объект и перспективный семейный бизнес вы смотрите телеверсию журнала сады и огороды приморья наша главная тема цветы и совсем скоро можно будет полюбоваться подснежниками а вслед за адоницами распустится примула тюльпаны и нарциссы кстати о нарциссах хочу познакомить вас со светланой голиковой для нее любой цветок может распуститься тогда когда она этого захочет время года день недели температура за окном не имеет значения сейчас я сделаю вот капельку я скатала такую вода я ее приплюсила и теперь посерединке сделаю такую выемку похожую на сердечко вот она она но если лепить вот именно вот эти вот первоцветы это цветок несложные на него как как бы много времени не уходит ну вот за час и на допустим за час я могу слепить вот такой букетик весенние цветы мои любимые это нарциссы я их очень люблю и я их весной я их всегда леплю очень много у них здесь и серединка более сложная граммофончик такой вот ему обязательно нужно придать форму дай такую вот чтобы она была и края как бы ажурный и фактура он была то есть ее нужно обязательно вылепить чтобы был похожи на цветок натуральный вот здесь вот и чешуйка да такая вот чешуечка обязательно должна присутствовать который защитное закрывает без цветочек ножку цветочка многое уже цветов слепила вот последние цветы я делала большую композицию это у меня были пионы клематисы бруния туда входило такие шишечки вот ромашки васильки маки ну уже очень много как бы в моей коллекции много вылепленных цветов розы очень люблю лепить розы цветы которые светлана голикова делает из полимерной глины и фарфора почти невозможно отличить от настоящих даже если вы держите их в руках три композиции фиалок принесла их на работу горшочках они стоят на подоконнике люди заходят и думают что они живые даже у одного но до одной композиции оторвали листочек думали что он живой хотели наверное себе дома посадить так что бывают и такие вещи что обманываются люди да нюхают их берут в руки все рассматривают нарциссы подснежники пионы зимой светлана лепит цветы по памяти а весной и летом когда большая часть времени проходит на даче и ее вдохновляет все что цветет на клумбах и в цветниках даже на даче она находит время для своего увлечения когда у меня есть свободное время вечерами когда я вообще одна на даче я леплю я привожу с собой всю свою туда глину все свои инструменты и леплю леплю даже нора свои цветочки которые мне зацветают не это нравится я люблю очень пионы но слепила конечно поставила в вазу соседи заходят думать что живой когда еще наград когда цветут пионы и если у меня еще вазе стоит пион думать что живые на календаре март и светлане как дачницы конечно не терпится узнать как перезимовали ее пионы из новой коллекции а еще есть планы по благоустройству пожарного пруда который примыкает к ее участку на одной из лекций по ландшафтному дизайну организованы приморским союзом садоводов дачникам рассказали об искусственных водоемах этим летом полученные знания можно применить на практике вот то чтобы мне хотелось сделать да я вот сделал на своем макете это бережок выложить камешками сделать такую вот как бы площадочку где могли бы там ходить бегать пройтись еще мои внуки камешки побросать водоемчик посадить ирисы по краям кармашки такие сделать ну и обязательно конечно мостик мостик где нужно будет посидеть поставить кресло посидеть попить может тоже тоже чай или кофе посмотреть на воду я люблю вечером садиться на водоем там у меня пока еще правда пенечки и смотреть на воду на озеро там рыбки плавают в этом году я планирую вот привести в порядок берег своего водоема вы смотрите телеверсию журнала сады и огороды приморья нашим зрителям и читателям я напоминаю что сейчас можно купить 2 номер журнала он поможет подготовиться к дачному сезону вырастить здоровые и крепкую рассаду другая хорошая новость у журнала появился сайт сайт легко найти в интернете просто наберите в поисковике сад прим точка ру вы смотрите самую удачную программу вместе с которой можно отправиться в гости к садоводам и дачникам посмотреть что и как они выращивают на своих участках или же у себя на подоконнике антуриум очень известный цветок вот это фил фикус каучуконосный ты такого ты это марантовая ухарис недавно цвел кого ты еще одна вот это у нас клеродендрум роза эльпаса цветет сейчас антуриум ну и ухарис тоже совсем недавно отсыл очень красиво цвел лилиями такими растет белыми по какому принципу в вашу коллекцию все вот принципы вы знаете вообще абсолютно разно недавно и что даже фиалки начало разводить хотя с фиалками никогда не дружила а так по какому принципу бывает кто-нибудь предложит листик говорит давай возьму но вот некоторые цветы допустим память о каких-то людях у меня либо это была дружба либо родственные отношения то есть у каждого цветка принципе есть история он тот цветок который в углу стоит это мне муж подарил букет роз вместе с бамбуком и бамбук вот сейчас превратился такой целый огромный куст все таки без цветов очень как-то я не понимаю квартиры без цветов когда заходишь там всего один кактус засушен по профессии марина исакова врач-анестезиолог а по призванию цветовод любитель с некоторых пор супруг дети и даже код не возражают что каждый свободный уголок квартиры превращается в дендраре то есть принципе они толерантно относятся к моему увлечению цветами хотя муж мужу очень нравится на самом деле мы когда начали с ним совместное проживание начале его как-то это коробио говорит зачем так много цветов зачем так много когда переехали в эту квартиру он говорит вот там полочка тебе для цветов вот еще одна полочка для цветов я уже говорю суши может хватит полочек для цветов ну вот как-то прониклись и когда гости приходят начинают спрашивать а у вас что какой-то фито дизайнер поработал это у меня лоджия здесь не знаю сколько цветов я уже перестала считать вот здесь у меня один из любимых цветов этот аберни монтана цветет круглый год очень красивые цветы единственное минус что цветочки держатся где-то по два дня вот это лантана у нас очень удивительный цветок он начинает цвести сиреневым а заканчивает белым цветом ну из цветущих у меня еще здесь есть стриптокарпус дала мне подружка этот листик потом я показывал как расцвел цветок она говорит марина я тебе такого не давала цветка и гошин это как раз то что ты мне дала то есть вот цветы таким образом меняют и окраску в зависимости и от удобрений которыми поливает и зависимости от стороны света на которой они стоят ну что здесь у меня еще интересно это эпифилум все жду когда он расцветет он должен быть белого цвета это кактус вообще очень необычно жасмин тоже должен скоро завести вот еще один из моих любимых цветов это традисканция рео фиолетов вот еще называют и владея моисея вот здесь видите небольшие маленькие цветочки глубине как бы прячется вот это у меня спатифилиум я его купила несколько лет назад в магазине ну что-то купила цветочку с тех пор ни разу не цвел но все равно пусть цветет когда-нибудь все таки вот это пепперомия тут у меня неподалеку есть магазин цветочный там иногда цветы на распродаже которые уже скоро погибнут без ухода ну вот бывает по 100 рублей куплю там цветочек потом очень красиво расцветает цветет и принципе радует такой размах и при том что это все в квартире хоть и в большую квартире у вас никогда не было желания ну продолжить это где-то вот на земле пить в этом участок и там что-то тоже выращивать но на самом деле если все мои цветы поставят на участок они займут там может быть 10 квадратных метров не больше квадратный соток сколько в обычном участке шесть соток 600 метров нет это совсем другое это уже придется картошечку копать помидоры огурцы пока нет пока еще не согреться я как бы думала построить теплицу круглогодичную и выращивать там цветы в том числе и на продажу и ну мне это интересно в принципе потому что я из семян очень многие цветы повырос повыращивать вот там стоит пальма и вырастила и семечки уже несколько лет и пальма вашингтоне но на самом деле пока это только может быть в мечтах может быть в будущем когда-нибудь и случится а вот есть цветок который вообще как вы происходит что вот какой на данный момент что вот но вот самый любимый то есть вывод на особое какое-то ему внимание самый любимый вы знаете это тот который начинает погибать вот у меня ланта на ее заливание давно она очень красиво белым цветом цвела вся а тут я ее заливаю и участвую надо выхаживать вот на данный момент она у меня любимый цветок может быть то что я доктор у меня привычка да то я как-то из подъезда спасла пальму было страшно такая три палки на них три листика сейчас уже стоит очень прилично красиво и муж совсем перестал мне дарить букеты цветов точнее я ему сказал что больше не дари лучше пойдем магазин или я куплю себе очередной комнатный цветочек вот последнее наверное наше было приобретение так вот это у нас пальма это он покупал ее на год нашего знакомства ну конечно было она почти под потолок и обломалась и вот я посадила три росточка от нее и пока растет это вот чудесное растение вот это у нас папоротник папоротник попал к нам из школы в школе обдела генеральную уборку и мне конечно же понравился этот папоротник мне пришлось отсадить и принести домой вот это колоте это мне подружка подарила вот этот цветок тоже у нее как-то было не очень комфортно этому цветку он почти погибал он ничего разросся красиво вот этот я из садика принесла сын от его садик и там тоже мне понравилось к тег тенант и называется тоже примерно из того же семейства что колоте по словам марины цветы в ее дом попадают самыми разными путями но не зря же у садоводов бытует убеждения что лучше других растут те цветы которые вы взяли без разрешения в коллекции увлеченного цветовода есть и такие экземпляры ну вот есть у меня цветок который я контрабандой привезла из таиланда когда посещала там конечно красота для цветовода идешь когда по улице это что мы выращиваем дома в горшочках у них там растет везде на улице и и дождем поливается и вот сорвала несколько черенков и кинула их в пакете в чемодан ну и вот привязала так сказать контрабанды вот у меня фикус микрокарпа потом я его обозначила очень красивый даже у меня плоды давал несколько раз ну это постоянный труд на самом деле то есть мы уезжали на три дня в поездку вчера приехали и вот я на три часа пошла свои гербари вот так вот то есть все равно любое хобби оно требует уважения и финансовых и душевных каких-то и главное времени но тем не менее она дает отдачу вот все приходят и говорят о как у тебя красиво и очень многие подружки кстати вслед за мной начинают тоже размножать большом количестве цветы на этом мы с вами прощаемся еще раз приглашаем к нам на сайт где можно прочитать архивные номера журнала сады и огороды приморья а также посмотреть выпуски нашей программы набирайте в поисковике сад прим точка ру и если погода не подведет следующий раз встретимся с вами на грядках и 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